Всем привет! Меня зовут Лена. Много лет я работаю среди людей и веду мероприятия. Именно там от праздничных ароматов на гостях зародился мой интерес к парфюмерии. Так я стала вести блог и рассказываю вам о том, какие впечатления о вас может создать тот или иной парфюм. Также обожаю пробовать новую косметику и мечтаю прийти к идеальной коже. Приглашаю в мою команду зрителей, которые любят себя баловать вот такими вещами и покупками. Вот мы и познакомились. Напишите мне, а как вы стали ценителями классной парфюмерии? У каждого своя история и это очень интересно. Жду общения в комментариях под этим видео. Или смело пишите мне в инстаграм. У каждого бренда есть свой фирменный почерк и стиль ароматов, который транслирует компания. Одни делают ставку на, например, узнаваемый шлейф, который накрывает всех. Другие берут уникальными композициями. А есть бренд, ароматы которого я бы назвала нежные, сексуальные. Это бренд Нарцисса Родригес. И у него есть особый шарм. Тихая, невульгарная, я бы сказала, интеллигентная сексуальность. Все ароматы впечатляют. Садятся близко к коже и очень гармонично презентуют вас как личность. Хватит хвалить, нахваливать. Этот бренд я предлагаю посмотреть мой топ ароматов Нарцисса Родригеса, которые люблю и готова купить свою парфюмерную коллекцию. Начнем с моей свежецветочной любви. Аромат, который покорил с первого распыления. Потом излучал прохладный, слегка акватичный шлейф, который постепенно теплел. Тогда с ним я целый день получала комплименты. А это, девочки, мы с вами очень любим. И я поняла, что когда хочу легкости и в то же время быть заметной, эту грань способен выдержать флакон аромата маск Нуар. Цветочный, с такой легкой, свежей кислинкой и чистоплотным мыльно-пудровым фоном. Такие ароматы может создавать настоящий профессионал Соня Констант. У нее все ароматы объемные, с разными переливами, которые затрагивают любопытство. И восхищают, конечно. А слива с гелиотропом на мускусной подложке. А сияет это все долго, флиртующе. Затем аромат немного стал серьезнее, когда замша начинает давать такой терпковатый оттенок. И возникает уже более серьезное статусное впечатление, но его нужно дождаться. Замшевый фруктовый аромат. Ну где еще такое найти в таких приятных, не надоедающих пропорциях? Почему меня покорил этот аромат? Он мне кажется самым громким среди других Родригесов. Он выделяет, шлифит мягко, полутонами, без напряга. И дает позитивную, светлую установку сиять и радоваться жизни. Телесный, словно это не аромат дает шарм, а вы сама его подсвечиваете. Это фокусы мускуса. Если бы аромат был слабее, не зашел бы в мои хотелки. Сладкие ароматы я не люблю. А здесь прям все так легко и терпимо и даже нравится. Для рабочих будней идеальный вариант в нормальной дозировке. А еще один пшик и после рабочего дня можно побежать на свидание или на ужин в ресторан. Очень хорошая трендовая трансляция. Звучит модно. Пока вы блуждаете по магазинам в поисках своего аромата и наверняка идете по советам знакомых или, возможно, впечатлением от рекламных сетилайтов советую обойти громкие и более популярные бренды и подойти к стойке Нарцисса Родригеса. Тут есть аромат, который меня заставляет открыть кошелек и сделать себе приятную покупку. Этот флакон держу с трепетом и не знаю почему. Нежнятина и белые цветы. Эротично, трепетно. Причем, когда наношу парфюм на себя, он меня обволакивает, и я чувствую заботу, внимание. Какой-то волшебный кокон. Нарцисса Родригес Фохё. Интересно, что аромат очень классно миксуется с вашим собственным ароматом. Этот темный флакон, в нем получается та самая химия, когда на каждом парфюм будет звучать индивидуально и не перекрикивать вас. Для меня он звучит очень элегантно, потому что я люблю цветочные ноты. В нем древесные амбровые и мускусные ноты идеально сочетаются с цветочными нотами. И мне нравится просто себя нюхать, когда наношу аромат. И даже пачули, абракцан и фруктовые мускусные базовые ноты, они очень женственные. Что он мне дает? Какая я с ним? Нарцисса Родригес Фохё. Эр де туалет в черном флаконе. Это один из самых женственных ароматов, спокойно женственных, стильных, красивых, которые я когда-либо слышала. Нет каких-то таких нот, которые бы вас раздражали. Единственное, что иногда этот аромат немножечко делает меня старше, то есть более осознаннее, чем я есть. Иногда хочется прикинуться такой девчонкой, но этот аромат за счет своей мыльности, пудровости и некой такой горчинки, вот этой мыльной такой уходовой, он, ну это и есть мускусная подложка, он очень женственный, и я бы отнесла там 35+. Но очень многие критикуют, когда кто-то дает парфюмам какой-то возраст. Я абсолютно не согласна, я считаю, что у каждого парфюма есть своя женщина, которая готова за ним спрятаться. Поэтому в этом плане тоже всегда очень уместно подбирать парфюм, чтобы он вас как-то возносил, давал вам те чувства и даже давал вам тот возраст, на который вы хотите походить. Очень много примеров, готова с вами подискусировать под этим видео, но хочу сказать, что бывает так, что идет красивая молодая девушка, от нее аромат как будто это уже такая, знаете, леди бамп, которая уже там 55+, такая уже знающая жизнь. А бывает наоборот, женщина, которая выглядит статусно, но только ты к ней приближаешься, она сразу же отдает какими-то очень флиртующими, легкими цветами, думаешь, и вообще она создает впечатление, что она какая-то легкомысленная, несерьезная дамочка. По крайней мере, у меня в проекции, когда я складываю образ плюс аромат, это всегда бывает именно так. Что касается этого аромата, мне он нравится в каком-то офисном пространстве, мне он нравится для решения дел, с ним очень хорошо и уместно быть среди других женщин, если это женский коллектив, на это тоже стоит обратить внимание, потому что в женском коллективе помимо работы существуют еще такие вот проекции, типа чей парфюм сильнее, кто кого затмит, такое бывает, согласитесь. Так вот, с этим ароматом вы будете красивой и будете выделяться, но не будете делать это громко, все будет на своих местах, вы будете такая очень комплементарная, спокойная, знающая себе цен. Бежевый, сладкий, дымный, таинственный и очень легкий, когда хочется быть собой и не пользоваться насыщенными композициями. В то же время не думайте, что он базовый и тихий, просто сладость в нем мягкая и выделяется сладковатый, пудровый жасмин, и вся композиция имеет легкую сладость. Паудери – это теплота. Он для меня такой чистый, пудровый, женственный и уютный. Продублирую. Цветочные ноты – пачули, ветивер и мускус – идеально сочетаются друг с другом и делают этот аромат очень приятным и нежным. Сладкие ноты дают ему отличную долговечность. Шлейф с каждым часом все ближе к коже, но чувствуется и продолжает транслировать сладость окружающим. Этот аромат вызвал у меня такой восторг, также симпатию, так как по мне он универсален и станет прекрасным вариантом для пополнения вашей коллекции. Какая я с ним! Невероятно добрая. Вот у него есть какой-то такой волшебный посыл, что вы из, возможно, самой жуткой в мире стервы можете мгновенно вот одного такого пшика, сейчас подобрею, подождите, превратиться в какую-то такую добродушную. А все потому, что он такой мягкий, сливочный какой-то, обволакивающий. Трансляция пудровая, сладости наивная, нежная, женственная. И кажется, что если бы это было в ткани, что вы трогаете что-то такое мягкое, какой-то плед невероятный. Припудренный аромат в плане того, что он играет на коже полутонами. Но в целом, нарциссы Родригес, спасибо тебе за эту красоту. Пару лет назад я вела свадьбу в загородном комплексе, и появление невесты на церемонии принесло шлейф аромата, который мне запомнился. Он осел вокруг мягким облаком, нежным, сливочно-фруктовым впечатлением. И, конечно, ни одна я в этот день спрашивала у невесты, что за аромат ходит за ней. Фо Хио в розовом флаконе. Точнее, Ое-де-Парфам. Аромат нарцисса Родригеса, который стоит вашего внимания. Итак, что же в нем такого притягательного? Аромат назвали для нее. Такое название можно встретить, конечно, и в других брендах. Но что же наш Родригес считает нужным для нее, для женщины? Раскрываем флакон, а там мягкие и сладкие, невесомые мускусные ноты. И такое звучание нужно еще постараться найти. Роза с персиком, словно вдалеке в красивом саду. Далее сандал с нотками меда, затем пачули с кислинкой. Терпкость и некий формат, наверное, даже восточной парфюмерии. Для кого он этот аромат и что цепляет в нем? Чистота и невинность, но в то же время флирт. Вот страсть такая женственная. Эти переплетения очень интересны. Есть такие ароматы, которым, несмотря на силу русского языка, просто очень тяжело подобрать конкретное описание. Я вам советую протестировать, потому что для кого-то проекция ароматов Нарцисса Родригеса может быть скучна. Для кого-то нужен аромат, чтобы все бушевало вокруг, было страстным, ярким, шлейф накрывал. Здесь за всеми четырьмя ароматами, которые мне больше всего нравятся, из всех его ароматов, которые я когда-либо тестировала, есть одна особенность. Он для интеллигентных, умных, интеллектуальных девушек. Для тех, кто умеет правильно пользоваться парфюмами. И также, наверное, этот аромат для такого, знаете, положительного эгоизма. Когда вы покупаете аромат не для того, чтобы транслировать его каждому и делиться. Нет, вы слишком для этого, наверное, жадны. Ну, жадны. На самом деле вы покупаете аромат в данном случае прежде всего для себя любимой. Потому что это ароматы, которые действительно про вашу оболочку, про ваше расстояние с миром. И то, что вот находится здесь, это ваш маленький мир. Куда вкрапление этого аромата и как бы заходит. Поэтому, возможно, я сказала, очень сложно. Но этот аромат действительно для тех, кто ценит свое время и любит восхищаться собой. То есть, уделяет внимание своему телу. Это, кстати, сейчас очень модно. Чувствовать тело, чувствовать себя. Иногда очень шумные, яркие ароматы могут вас отвлекать. Плюс я бы советовала, ну, возможно, все, кроме вот этого аромата, психологам, учителям, когда вы будете и строгая, и мягкая. И вот это переигрывание, переливы ароматов, они будут выстраивать из вас такую очень классную женщину, классную девушку. И именно вот такие ощущения я бы хотела, чтобы вы получили после просмотра этого видео. Очень классно себя чувствую в финале этого обзора. Я затестировала с вами столько ароматов. И у меня нет впечатления, что я устала. Наоборот, хочется еще. И на мне сейчас такой очень добрый, мягкий, женственный, сияющий шлейф. Какой аромат этого бренда вам тоже нравится? И почему? Напишите, чтобы я познакомилась и с вашими ароматными предпочтениями. Конечно же, жду вас в подписчиках. И не забудьте за старание моему носу поставить лайк. И еще напишите, какие видео вы бы хотели видеть у меня на канале. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь впечатлениями. Ну что, пока. До встречи в новых видео.